МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето, солнце и песок. Как организовать детский отдых? Кто-то любуется расцветающей на весеннем солнце природой, а кто-то ее загрязняет. На минувшей неделе в природоохранную прокуратуру поступило сообщение о том, что в деревне Конищево обнаружено незаконное складирование отходов. При этом часть из них находится в водоеме. Подробности далее. Природоохранная прокуратура не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу организовала проверку с привлечением специалистов из администрации города и управления Росприроднадзора. Удручающая картина предстала перед компетентными органами. Строительный мусор и твердые бытовые отходы стали обитателями этих мест. Действительно, отходы размещаются на земельном участке, расположенном в черте города Рязани. Отходы размещены непосредственно в воде. Данная вода в связи с погодно-климатическими условиями поступила из озера Монастырское. Специалистами Рязанского филиала ЦЛАТИ отобраны образцы проб на определение их класса опасности для окружающей среды. Теперь предстоит выяснить, откуда здесь появился мусор, среди которого обнаружены люминесцентные лампы. А это уже первый класс опасности для объектов окружающей среды. В связи с этим природоохранная прокуратура внесла представление в адрес управления благоустройства города с требованием безотлагательно принять меры по ликвидации опасной свалки. Проверки продолжаются. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный период. К сожалению, горит не только трава. Пожары происходят и в городе. Накануне в Рязани произошло сразу два крупных возгорания. 13 апреля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Зубкова. В сообщении говорилось, что горит двухкомнатная квартира в жилом пятиэтажном доме. Бригада пожарных приехала довольно быстро. Четыре автомобиля и 13 человек личного состава. Огнем была повреждена комната в квартире. Пострадавших, к счастью, нет. Вечером того же дня, спустя буквально час, загорелся навес для изготовления поддонов на территории пилорамы на улице Шабулина. Пожарным пришлось работать в темное время суток. Пострадавших также нет. Причины пожаров и ущерб в настоящий момент устанавливаются. Скоро начнутся летние каникулы, а значит, родители уже вовсю готовятся к отдыху своих детей. Для многих самые теплые воспоминания – это песни у костра, купание в реке и, конечно, встреча с друзьями. О том, где можно отдохнуть с пользой для здоровья и заодно получить новые знания, вы узнаете из следующего сюжета. Лето – это маленькая жизнь. Для кого-то эта жизнь прошла в лагере Пламенный. Он работает более 40 лет, и за это время многие воспитанники возвращались сюда вожатыми, а потом вожатыми возвращались их дети. Здесь взяли на заметку лучшие традиции прошлого, на основании которых создали современный тренд на детский отдых. В этом году в Пламенном будет несколько смен. Одна из них традиционно будет посвящена изучению английского языка. Это полное погружение в языковую среду, не покидая родных мест. Там ребята начинают общаться на английском, познают этот язык. И самое главное, что начинают о нем разговаривать. Многие ребята учат, но чтобы заговорить, не хватает какого-то барьера, надо либо ехать за границу, что очень дорого, и не всегда безопасно, не всегда эффективно. А тут они начинают общаться, все мероприятия проводятся на английском, и интересно. Приятное с полезным в Пламенном – это возможно. Одной из самых популярных является физико-математическая смена, где ребята в том числе занимаются робототехникой. А вот смена героев для мальчиков будет открыта в этом году впервые. Здесь ребят научат делать настоящие мужские дела. Вожатые, которые умеют это делать, будут там, начиная научить их строгать и топором работать, разводить костер, продавать какие-то туристические спортивные испытания, ну и общаться в мужском коллективе, познавать, каким должен быть сейчас мужчина. Еще одна смена – остров свободы. Здесь ребята смогут сами выбирать, на какие мероприятия ходить. В общем, скучать не придется все лето. Современный лагерь – это отдых, обучение, творчество, новые идеи и знакомства. Мастер-класс от профессионалов и гостей. Всестороннее развитие – самое главное. Теплые воспоминания. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Сезон охоты продолжается. Он проходит в два этапа. На южной и северной зонах. 16 апреля – последний день охоты в южной зоне. Как охотники проводят крайний день, расскажет Валерий Седов. Несколько веков назад люди занимались охотой только ради одной цели – прокормить семью. В настоящее время это скорее увлечение. Однако заядлые охотники скажут, что для них это не хобби, а образ жизни. Правда, прежде чем выйти в лес, профессиональному зверобою нужно иметь необходимый набор документов. Получить их сложности не составляет. Человек, который выезжает на охоту, обязан при себе иметь единый охотничий билет. И, соответственно, если же у него есть членский охотничий билет какого-либо общества, соответственно, он и его тоже имеет при себе. Членский охотничий билет, он дает право как бы на на льготное получение путевки. Путевка – это лист, в котором перечислены основные виды птиц, на которую едет охотиться человек. Если хоть одного из этих документов не будет, то тогда составляется протокол и аннулируется лицензия на оружие. Перед выездом главное вспомнить основные правила безопасности. Соблюдать технику безопасности в плане того, что у тебя в руках это орудие повышенного риска для окружающих. Надо думать. Думать в первую очередь, что вокруг тебя люди. Всего в Рязани две зоны охоты. Южная, в которой сезон идет с 14 по 23 апреля. И Северная, куда спешит наша съемочная бригада вместе с охотником. Ведь 16 апреля – крайний день. Андрей – охотник со стажем. Начал в 91 году. И теперь это, по его словам, образ жизни. Здесь, в Рыбновском охотничьем хозяйстве, охотник выслеживает вальшнепа. Птица, которая является деликатесом во Франции. В России ее можно встретить только в вечернее время суток. И всего на несколько минут. Для охоты нужно не так много – ружье и патронтаж. Сейчас поможет только зоркий глаз и хороший слух. Вальшнепа можно отличить именно по его пению. Важно помнить, что находимся мы в охотничьем хозяйстве, где кроме нас есть и другие охотники. В весенний период передвигаться в охотничьих угодьях запрещено. Разрешается только при охоте на глухаря, при подходе к птице. Все остальные виды охоты – это на вальшнепа, ты выбираешь и становишься на месте. И также охота на селезни – это уже из шалаша, естественного или искусственного созданного. Также охота на гусей и на тетерев, только из шалаша. Теперь самое главное – зарядить оружие и искать добычу. Сегодня при охоте на вальшнепа я использую пятизарядное ружье, но по этическим соображениям и нормам я заряжаю всего только два патрона. То есть любой дичи нужно всегда давать шанс. Как бы парадоксально это ни звучало, охотники – люди гуманные, которые проводят четкую грань между убийством и развлечением. Они редко убивают самок, а в ружье заряжают не всю обойму. Вальшнеп – это птица высокого полета, поэтому Андрей и ищет ее высоко в небе. Промах. Вторая попытка также закончилась неудачей. Андрей не унывает. Вскоре у него появится новый шанс. Есть много качеств, которые необходимы охотнику. Это и твердая рука, и зоркий глаз, и трезвый ум. Конечно же, любой зверобой со стажем назовет еще из десяток обязательных умений. Однако есть и самые важные. Андрей также преподает курсы юного охотника. Занятия посещают школьники, которым передают самые важные знания о видах птиц и где их можно встретить. Также немаловажна эта этика охотников. Занятия может посетить любой желающий. В настоящий момент идет набор в новую группу. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. Коллекционный «Кадиллак», «Мерседес» и «Волга» проехали по дорогам Рязани. В прошедшие выходные наш город посетили представители клуба ретроавтомобилей «Автомобили». На парковке одного из торговых центров они устроили выставку ретроавтомобилей. Москва, Рязань, Москва. Автопробег с таким названием стал открытием сезона для представителей клуба «Автомобили». Они сами коллекционируют ретро-машины, сами их восстанавливают, а потом садятся за руль. Романтика дороги, да и только. В клубе представлены 80 уникальных автомобилей. Конечно, их все показать рязанцам не удалось. Но те 30 культовых авто, которые проехали по улицам города, вызвали массу эмоций. Все автомобили понравились. Очень классно они все сохранились. Ну и люди молодцы, потому что сохраняют их. Как память, такую красоту, такую историю. Ну а какие автомобили, может, поразили? Да все. Чем старше, тем лучше. Кадиллаки, вот прям, Мерседесы, вот все прям, очень сильно понравились. Вспомнил свое молодое, вспомнил, как изменился парк автомобилей. Поэтому очень неожиданно, очень приятно, что в Рязани такое событие происходит. Красивые машины. Интересно посмотреть. Все машины в клубе, независимо от возраста, полностью прошли технический осмотр и соответствуют современным нормам эксплуатации дорожно-транспортных средств. Юрий Амосов восстановил ЗАЗ-965, более известный как «Запорожец». На нем и приехал в Рязань. Он признается, машины не просто хобби, а образ жизни. Мы живем автомобилями. Все здесь люди, которые находятся здесь, живут автомобилями. Мы ездим во всякие пробеги, постоянно занимаемся ими. Ну, в общем, автомобили – это наша жизнь. Еще однокультовая машина «Кадиллак Девиль» 1966 года. Имеет трехступенчатую коробку передач, электростеклоподъемники, систему климат-контроль, электропривод переднего дивана. Двигатель у этого автомобиля – 8 цилиндров. Расход топлива – 3,5 литра на 100 километров дороги. «Кадиллак Девиль» имеет 230 лошадиных сил и может разогнаться до 120-140 километров в час. В общем, мечта, а не машина. В прекрасном состоянии ее поддерживает владелец. Один из моих коллекционных автомобилей «Кадиллак Девиль» 1966 года. Был приобретен порядка 8 лет назад. Ну, достаточно в таком унылом состоянии. Прошел полную стопроцентную реставрацию. Ну, и вот на сегодняшний день выглядит автомобиль вот так. Оригинален, восстановлен. Клуб автомобилей существует более 12 лет. За это время все участники стали практически членами семьи. Во время автопробегов они связываются друг с другом по рации. Все вместе они объехали большую часть России, побывали на своих авто за рубежом. А в 2014 году первыми посетили Крым. Руководитель клуба Игорь Найговзин в Рязань приехал на красном «Мерседесе». Это машина «Мерседес», модель 115-я. У этой машины сегодня большой праздник, как у нас у всех. Потому что сегодня первый выезд после реставрации. Полтора года наш клуб, у нас своя мастерская. Мы реставрируем автомобили. И в том числе вот эта машина сегодня сделала первый выезд после реставрации. «Мерседес» 115 обладает такими техническими характеристиками, которые позволяют поставить его в один ряд с современными автомобилями массового производства, говорит Игорь Найговзин. Помимо представителей иностранного автопрома, в Рязани представили такие машины, как «Волга-21 и 24» и «Москвич-408». Сейчас клуб автомобиля отправился дальше колесить по всей стране. Но ребята обещали вернуться к нам в начале августа. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Открытие для детей, ностальгия для взрослых – такой девиз выбрали организаторы выставки в торговом центре «Барс» на Московском. Экспозицию представил музей СССР. Полное погружение в ушедшую эпоху всего за несколько минут. Вещи, которые некогда пылились на чердаках и в сундуках, теперь можно посмотреть, потрогать и даже примерить. Свадебное платье 70-х, школьная форма и пионерский галстук. Каждый экспонат здесь имеет свою историю. Это целая эпоха надежд и перемен. Кассеты и пластинки Высоцкого заняли почетное место рядом с радиоприемником «Сокол» и катушечным магнитофоном. А ходячая ростовая кукла дарит радость теперь уже современным детям. Отдельное место занимает буфет. Все можно не только посмотреть, но и попробовать. Кондитеры воссоздали такие десерты, как эклер, пирожная картошка и трубочка с кремом. У нас здесь все по рецептам советского времени, СССР. То есть, наверное, кто-то еще и помнит, какие были у нас пироженки в школьных столовых. Все очень вкусно, все из натуральных продуктов. На выставке в торговом центре Барс на Московском разместилась лишь небольшая часть экспонатов. Сейчас в музее СССР вещей столько, что посчитать попросту невозможно. Его создавали всем миром. Большую часть привозили и до сих пор привозят рязанцы. Есть предметы из Санкт-Петербурга, Франции и Америки. А начиналось все с коллекции советских машинок. Но ностальгия по былому навела на мысль об открытии музея. Хочется положительных эмоций. Хочется вернуться в наше советское детство, когда оно было счастливое. Когда мы играли в какие-то игрушки всем двором. Не было зависти у детей. То есть, был один мячик на весь двор, мы играли всем двором. Была машинка, так же катались. Даже в рамках одного помещения удалось отобразить всю прелесть прошедших лет. Отдельное место занимает здесь зал космонавтики. Звездное небо, портрет Юрия Гагарина и ощущение причастности к чему-то великому. В общем, каждый здесь находит свои воспоминания и эмоции. В принципе, очень всего много интересного. Вспомнилось с детства. Там детский садик, тут вот игрушечки всякие. Ну, действительно. Смотрю, вот здесь как к космосу приурочено. К 12 апреля тоже можно пофотографироваться даже. Это, мне кажется, интересно. Торговый центр «Барс» на Московском был выбран для открытия выставки не случайно. Он тоже является неотъемлемой частью тех лет. Это был первый универмаг, открытый в нашем городе. Многие приходили сюда не только за продуктами, но и просто посмотреть, как в музей. Экспозиция работает для всех желающих ежедневно и бесплатно. Для того, чтобы вернуться в прошлое, нужно просто приехать в «Барс», подняться на первый этаж и найти бутик номер 1-25. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.tv и в социальных сетях. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok